Это небольшое помещение в здании общежития предприятия «Промбриз» по адресу улица Куйбышева, 55, стало настоящим островком помощи для инвалидов по слуху. Такую услугу, как круглосуточный информационный центр, данная категория людей ждала несколько лет. Принцип работы прост. Слабослышащий человек звонит посредством скайпа специалисту-переводчику жестового языка и просит вызвать скорую помощь МЧС или просто записаться на прием к врачу. Тот связывается с нужной инстанцией, а дальше, по необходимости, может стать посредником в понимании между ними. Казалось бы, схема проста. Такая услуга и раньше оказывалась специалистами областного центра, но только по будням и в рабочее время. Но проблемы у инвалидов по слуху зачастую не вписывались в этот график. То есть вот на сегодня мы реально решили безборежную среду среди нашей категории людей. То есть вот больной человек, что-то случилось, он может ночью вызвать скорую помощь через скайп, ватсап, вайбер. Может написать просто смс-сообщение. И сразу переводчики будут ему вызывать скорую помощь, отвечать там на все вопросы. И это очень удобно для инвалидов с нарушением слуха. В штате информационного центра будет посменно работать четыре переводчика жестового языка. Плюс в том, что все они проживают в этом общежитии. То есть путь от дома до работы займет не более двух минут. А опыт общения с инвалидами по слуху у этих специалистов колоссальный. Ведь их в общежитии Промбриса проживает большое количество. Потому эта локация была выбрана не случайно. Помещение было найти очень легко. Естественно, нужно было вложить большие деньги. Мы вот последним были в газете «Заря». Нашли помещение, но немножко было дорого для нас. И поэтому решили остановиться на этом общежитии. Во-вторых, здесь живет еще 200 человек инвалидов с нарушением слуха. Ну, наши работники нашего предприятия. Ну, это тоже по спорю. Переводчик всегда на месте круглосуточно. Ну, и у нас получилось вот уютно, красиво. Мы взяли деньги только на ремонт. Это центральное управление нам выделило 11 тысяч рублей. Вот мы поменяли окна, входную группу поменяли, двери, благоустройство, к лицу. Вот что-то сделали так, чтобы это красиво выглядело. Скайп создавался не для этих целей, да, но он сделал очень важную услугу для глухих людей. Потому что люди разговаривают с жестами. И они сейчас свободны посредством скайпа и межличностные общения. То есть, вот общаются, и это очень результативно. Потому что раньше было так. Написал письмо, отправил по почте, через месяц тебе пришло, и люди таким образом общались. Сейчас вот эти коммуникации возросли, и намного удобнее им стало общаться. Открытие этого информационного центра стало следующим шагом на пути к выполнению национального плана по реализации конвенции по правам инвалидов Республики Беларусь. В отношении слабослышащих, конечно же, мы немножечко были отстали. Поэтому подобного рода открытие центра будет способствовать того, что и эти категории граждан не останется без внимания. Потому что есть особенности оказания помощи, особенно для лиц слабослышащих. А здесь будет возможность каждому достучаться, можно сказать, для решения своих проблем. Подобный центр пока создан в рамках государственного социального заказа. Есть такая возможность в рамках государственной программы. Пока договор заключается на один год, после того, как будет принята новая программа на пятилетний период, будет возможность городу Бресту продолжить этот проект. Пока удаленной услугой переводчиков жестового языка смогут пользоваться только жители Бреста. Но планируется, что в будущем году инвалиды, по слуху, со всей области смогут получить помощь благодаря новому информационному центру.